Денис Пушилин Денис Пушилин Денис Пушилин Денис Пушилин Денис Пушилин Я напомню, пенсионную задолженность смогут получить переселенцы и люди, которые отказались от справки переселенца, прописанные живут на подконтрольной территории. За должность, как и прежде, должны выплачивать органы Пенсионного фонда Украины, но по отдельной программе, предусмотренной в бюджете этого фонда. Такая программа подразумевает под собой выплату частями. Ежемесячно будут выплачивать около 2000 гривен. Но я подчеркиваю, это будет не в ноябре, не в декабре. Все это начинается со следующего года. Ну и то не факт, что с января. Правозащитники тем временем говорят, что у постановления Кабмина есть ряд важных нюансов и подводных камней. Давайте изучим, о чем же предупреждает юридический советник для переселенцев. Во-первых, специалисты очень недоверчиво относятся к возможностям бюджета на следующий год. Будет ли там достаточно денег на такие выплаты? Как я уже рассказывал ранее, речь идет минимум. Минимум о 6 миллиардах гривен на следующий год. В целом же размер долгов в десятки раз выше. Но даже если предположить, что какую-то часть денег выделят, не все смогут рассчитывать на выплату долгов. Кого же это касается? Юридический советник для переселенцев предупреждает, что были случаи, когда вопреки законодательству пенсионные органы вообще не начисляли пенсии переселенцам и люди, которые не перевели пенсионные дела, с временно оккупированной территории. В специальном порядке Кабмина по выплате долгов говорится, что деньги будут выплачивать пенсионерам, которые включены в перечень пенсионного фонда по состоянию на 1 января. Говоря простым языком, это означает, что если человек внесен в такой список после начала календарного года, на выплату задолженности по пенсии он может рассчитывать не раньше, чем в следующем году. Ну то есть, если попасть в список после 1 января до 2 года, пенсионные долги начнут выплачивать уже в 2023. Правозащитники советуют уже сейчас проверить, учитываются ли ваши пенсионные долги в территориальном органе Пенсионного фонда Украины. Ну, в любом случае, не стоит паниковать, мы в принципе еще не знаем, насколько реально все то, что задумало на следующий год правительство. В конце концов, мы не знаем, насколько сложно будет стране из-за пандемии коронавируса. Так что, сохраняем спокойствие, следим за своим здоровьем, ждем хороших новостей. И, друзья, не забываем подписываться на этот канал, ставить лайк, писать комментарии и не забывайте о наших остальных соцсетях. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok